Азия – самый большой из семи континентов Земли. Азия простирается от Турции на Западе до Японии и Северной России на Дальний Восток. Не только взять книгу, но и воспользоваться самыми современными технологиями. А еще насыщенно провести время и освоить новые навыки. Не с первого раза поверишь, что речь идет не о каком-то инновационном центре досуга, а о библиотеке, расположенной в тихом уголке города. Библиотека номер 7 в микрорайоне АБ стала второй в Бийске, где в рамках нацпроекта «Культура» произошли без преувеличения грандиозные перемены. Это место, где, в первую очередь, молодежь привлекается к чтению, но не только передачи книг и рук в руки. Сегодня здесь действительно поспорить огромное количество возможностей для занятия самыми разными видами творчества, в том числе творчества интеллектуального. Зона для детского и молодежного отдыха, новое оборудование, комфортное пространство для работы. Формат модельных библиотек нового поколения разрушает привычные стереотипы. Вместо строгих полок, столов и стульев, удобные диваны и места для чтения встроены в стеллажи. Современная мебель дает возможность трансформировать пространство на время мастер-классов и индивидуальных занятий. Такая библиотека становится местом многофункциональным, а ее сотрудники – универсальными солдатами. Акцент для концепции выбрали сразу. Микрорайон АБ – эпицентр научно-технического просвещения города. Концепция библиотеки органично вписалась в эту систему. Мы понимали, где мы находимся. То есть понимание микрорайона – это первое, что нас натолкнуло на идею. Быть в этой цепочке, этим единым звеном цепочки научного потенциала города. Появились здесь и кванториум, и планетарий. То есть здесь столько учреждений, которые уже несут эту функцию, казалось бы. Но первые шаги в любом случае идут из библиотеки. Первые шаги к знаниям, к науке, к чему угодно – через книгу. Согласно концепции, вместо читальных залов здесь лаборатории для общения знаний творчества. Но главным наполнением библиотеки остаются книги. Фонд уже пополнился двумя тысячами изданий. Книг очень много добавилось. Очень понравилось, что добавили интерактивные доски. Это очень необходимо. Ходить сюда буду регулярно, часто. На полное перевоплощение библиотеки ушло почти 14 миллионов рублей. За счет выделенных средств обновили полностью все системы – отопление, водоснабжение и электричество. Сделали косметический ремонт, закупили оборудование. Библиотека стала модельной, то есть максимально современной и комфортной. С клубом по интересам и событийным залом. Ну и, естественно, читателям обещают самые свежие книжные новинки. Кристина Чернова, Андрей Сегаев. День с толком.